И прямо сейчас не секрет, что в Казахстане добиться встречи с высшими чинами нелегко. Для начала, допустим, нужно пройти множество бюрократических процедур. Даже нам, журналистам, иногда тяжело получить комментарии от чиновников, что уж говорить об обычных гражданах, при том, что некоторые даже не знают своего мэра лицо. Это понятно. А встретить кого-нибудь из высокопоставленных чинов на улицу за гранью фантастики. Но интересно, что за рубежом, напротив, такая практика повсеместна, если не сказать обыденная. Подробнее, жена Турсынов. Мэры и министры, которые добираются на работу с помощью метро, на велосипедах или пешком, уже давно не диковинка для жителей западных стран. Кто-то делает это для поддержания экологии, кому-то нравится спорт, а некоторые не делают отличий между своей должностью и простыми служащими. Пожалуй, самым ярким случаем является премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Джонсон – один из самых эксцентричных политиков, а самое главное – заядлый велосипедист и популяризатор велодвижения в Лондоне. Борис передвигается по городу исключительно на велосипеде и удивляет местных жителей. Известность Джонсону принесли не только велосипеды, но и скандальные вечеринки, а также острые высказывания в адрес других политиков. Мнения госчиновники у британцев неоднозначные, а в последнее время появилось множество критики касательно работы кабинета министров. А вот жители Тбилиси полностью поддерживают решение своего мэра. Бывший футболист Каха Каладзе имеет за плечами множество титулов и медалей, но главное достижение – победа на выборах градоначальника. Личное участие Каладзе в расчистке завалов после наводнения в Тбилиси и помощь мусорщикам во время забастовок сделали его самым популярным политиком в Грузии. Конечно же, мы сделаем все для того, чтобы наш город был чистым, убранным. Но уверяю вас, что нам не придется делать это в одиночку. Нас много – тех, кто станет там, где потребуется нашему городу. Лично я и мои сотрудники готовы служить городу в 24-часовом режиме. Увидеть Акима или министра в Казахстане на улице в неформальной обстановке можно, но чаще всего в Инстаграме. А так, не для галочки, это явление из ряда вон выходящее. Однако, с учетом настроений в обществе, возможно, и стоит задуматься о собственной безопасности. Хочется верить, что в новом Казахстане мы увидим разъезжающих на велосипедах министров, Акимов в автобусах по дороге на работу и в очередях в магазине после нее. Жанат Турсынов, Амир Ибатов, Адамикен Бизнес. Субтитры создавал DimaTorzok